Осень в столице. Ах, как хотелось бы мне оказаться сейчас за городом, в лесу, пособирать грибочки. Впрочем, и здесь, как видите, боярышник, ягоды щедро усыпали пусты. Десять лет тому назад здесь, на Болотной площади, было много-много тысяч человек, которые требовали отставки правительства, отставки власти, смены режима. Этот митинг был подавлен. Сейчас, десятилетия спустя, мы будем принимать такие законопроекты, как обязательство человеку призывного возраста являться в военкомат без повестки. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президенту сообщили о перегруппировке войск. Так она теперь называется, вот эта история с потерей трех тысяч квадратных километров под Харьковом. Вот, и между тем в Ростовской области прораздался звук, похожий на взрыв, а также там ищут грузовик с украинскими диверсантами. На самом деле, это все грустно и печально, и на самом деле скорбно. Наши предки смотрят на нас сверху с презрением и с дикими сожалениями. До чего мы докатились, кем мы стали. Виталий Ганчев, глава Временной гражданской администрации Харькова, заявил о том, что весьма вероятно, что в Великом Бурлуке и Купянске, которые оказались под контролем украинских сил, украинские военные наемники расстреливают мирных людей. Ганчев заявил, что делается это с целью провокации. И знаете, друзья, такое заявление не может меня не пугать. Между тем, сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что никакой необходимости в мобилизации или каких-либо других мерах нет. Все нормально. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Боложаный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. Я делаю все это сам по себе на свой страх и риск. И поверьте, стоять на большом каменном мосту сейчас в закатный час, дело такое непростое. И знаете, очень интересно, вот Виталий Ганчев, глава временной гражданской администрации Харькова, при том, что Харьков, скажем так, на этой терминологии Новояза так и не был освобожден. Вот. И сейчас более того, как пишет Рейтерс, потому что российским СМИ доверять все-таки никак нельзя, так вот Рейтерс пишет, что 3000 квадратных километров Харьковской области и не только перешли под контроль вооруженных сил Украины. Вот. И что ж, как это охарактеризовать? Каким словом? Перегруппировка или что это? Сколько же жизней потрачено впустую вот там, вот в этих землях? Зачем? Для чего? Рейтерс пишет о том, как люди, жители этих регионов с радостью возвращаются в свои дома. Между тем, друзья, в Государственной Думе РФ зреют новые законопроекты. Вон кораблик какой пошел. Низко пошел, видать, к дождю. Готовят весьма интересные законопроекты. Так, сегодня последний день муниципальных выборов. И хочу вам сказать, что нету никаких выборов, в принципе, на мой взгляд, но и эту пародию на демократию они ликвидируют. Потому что сейчас идет закон о местном самоуправлении. Он будет принят, несмотря на возражения и так далее. Еще бы, ведь Госдума полностью подконтрольна вот бункеру там и так далее, Красному замку. Вот. И так низовой уровень самоуправления уйдет, схлопнется. Просто все перейдет чуть вверх, чуть вверх, чуть вверх. Так что люди внизу не будут иметь возможности никакой для самоорганизации. Одновременно с этим борьба с гомосексуализмом. Вот. Одновременно с этим законопроект, по которому теперь отныне люди призывного возраста обязаны будут являться в военкомат, даже не получая лично никакой повестки. Вот. Но это такой апофеоз рабства. И вдобавок к этому вакцина от новомодного заболевания ковида, шмовида, она, в общем, будет таки включаться в национальный перечень вакцинации. О чем это говорит? Это говорит о том, что не мытьем, так катанием они будут проталкивать эту процедуру к обязательному исполнению. Они надавят на одном секторе, потом на другом, потом на третьем, на четвертом. И так комплексно продолжают вот это вот все удушение. Собственно, удушают кого? Удушают нас с вами, простых людей. Вот. Что ж, дорогие друзья, пойду, пройдусь дальше, пока они не приняли закон, запрещающий ходить по мостам. Потому что от этих можно ожидать чего угодно. Хорошего вечера. Не прощаюсь. На самом деле, вот эта вот тяга к величию, мания к величию, эта штука не очень хорошая. Потому что, когда это величие рушится, не дай бог чего, простые маленькие двуногие оказываются погребены под обломками. Слова Виталия Ганчина, главы Харькова, не идут у меня из головы, а расстрели мирных людей. Интересно. Но знаете что, раз он так говорит, боюсь, что так оно и будет, и найдут тела невинно убитых, замордованных людей. А кто это сделал? Знаете, а кто это сделал? Да кто такой Миляга? Красота же какая! Вот красавица! Малышка! Отхожу, не буду мешать нежиться на солнце. Звук! Отхожу, не буду! Продолжение следует... Продолжение следует... Соседу пришлось квартиру продать, чтобы расплатиться Странное местечко Клептос